Слава Иисусу Христу! Я приветствую вас всех его великой и святой любовью. У меня на сердце поговорить на определенную тему, это действительно тема, которая заканчивается посланием к Ефесянам и которая называется «Все оружие Божие». С 10 стиха мы читаем. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы и веков этого, против духов злобы поднебесной. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевшее устоять. Итак, станьте, припаяшившись чресла вашей истинною и облегшись броню праведности, обувшей ноги в готовность благовествовать мир. А больше всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И слем спасения возьмите и меч Духа, который есть Слово Божье. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом и старайтесь об этом со всяким постоянством, его молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедал, как мне должно. Вот такой текст, он всем известен. Здесь можно сказать, это последняя тема посланий к Ефесянам. Послание к Ефесянам в принципе посвящено жизни в благодати. Первая глава показывает силу избрания, силу Евангелия. Вторая глава показывает суть этой благодати, жизнь в ней, тайна благовествования открывает Павел в третьей главе, и так он идёт дальше. Но в отличие от послания к кремлянам, послание к Ефесянам носит больше такой характер практического изложения учения о благодати. Там идёт речь о том, как жить благодатью в церкви, в личной жизни, как отражать себя Христа, как жить в семье, как все эти вещи связаны с нашими отношениями к Христу. Заканчивается о том, что мы должны наши семьи любить, наших жён любить, дети должны пообвиноваться родителям. И вот потом идёт слово «наконец». «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом сила Его». Это итоговая тема, она показывает цель нашей жизни во Христе, в благодати. И это заключается в том, чтобы нам укрепляться Господом и могуществом сила Его. Апостол Павел писал также к темнофею во втором послании, чтобы он и мы вместе с ними, естественно, укреплялись в благодати Иисусом Христом. Здесь похожая тема, намного подробнее изложенная. В этой теме есть несколько таких потоков, которые для нас важны. Почему он об этом говорит? Он говорит о важности вот этой укреплённости, значит, укреплённости Господом в могуществе и силе Его, потому что наша жизнь представляет собой брань. Она всегда представляет собой брань. Конечно, сегодня мы какую-то брань чувствуем. Мы чувствуем, что что-то идёт необычно. И в этом есть какая-то борьба. Но эта борьба идёт всегда. Один человек, руководивший церковь, когда-то сказал, что отсутствие искушения – это страшнее всякого искушения. Поэтому брань – это идёт. Эта брань не связана с борьбой с правительствами Земли, с руководством на Земле. Хотя любая трудная ситуация в жизни, она почти всегда у людей этого мира вызывает тропот, недовольство и какие-то попытки давать советы и отвергать действия начальства. Павел говорит, что наша брань не против плоти и крови, она против духов злобы подневестной, но против дьявола и ангелов его. И вот в этой брань не нужно быть укоренённой в Господе, облечённой в могущество силы Его или одетой во всеоружие Божье. Здесь написано, чтобы мы могли противостать день злой, всё устоять, что наша битва против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы подневестной. Интересно, что вот эта вот вещь, она очень важна. Почему для нас в этой брани так это важно? Здесь написано, что мы должны принять все оружие Божие, дабы могли противостать в день злой и всё преодолевший устоять. Вот. Мы должны всё преодолевши устоять. Если мы с вами откроем четвёртую главу Марка, Евангелие от Марка, то в 26 стихе, в районе 26 стиха, говорится о человеке, который сеет семя на поле, и поле производит сама сначала траву, потом зелень, сначала зелень, потом колос, потом появляется на этом колосе сам колос, собственно, там, где зерно, потом оно созревает, посылается в серп, и это всё собирается. Знаете, это очень сильная мысль о том, что благодать является не только средством нашего спасения, благодать является силой и источником нашего духовного роста. В этом есть великая милость, потому что если бы наше спасение находилось бы в наших руках, то мы люди, которые даже и поём о себе и ошибаться с малых лет гораз, но ты меня оберегал не раз, то мы очень имеем такую способность, может быть, не очень приятную, очень многое портить. Если бы это оказалось в наших руках, то вряд ли мы могли бы это удержать. Но наше спасение находится в Божьих руках. Это не значит, что мы ничего не делаем. Мы должны жить благодатью, верить, быть послушными Богу. А вот здесь говорится, что целью этой жизни является, чтобы мы облеклись в могущество силы Божьей и укреплялись этим могуществом силы и им самим. Здесь особенно говорится о том, что важно, чтобы мы, чтобы мы в какие-то моменты, в какие-то моменты всячески старались облечься во всеоружие Божие. Облечься во всеоружие Божие – это не просто получить какие-то дарования, которые помогут нам бесов изгонять, что-то еще делать. Об этом Библия тоже говорит, но не здесь. А здесь говорится о всеоружии, которые поможут противостать в день злой. Здесь говорится об очень сильном искушении, в котором нужно устоять. Это очень сильно связано с тем, что мы с вами говорили относительно того, что все происходит по благодати, что Бог благодатью, Бог производит нас действие, хотение по своему изволению. Но мы должны совершать свое спасение со страхом и трепетом и жить без ропота и сомнения. И поскольку влияние Божье на наше спасение, оно неописуемо огромное, то есть значение благодати велико, то дьявол, естественно, хочет это пересечь. Когда-то на переломе с 78-го на 79-й год мы жили еще под Москвой. Это был город, но это был фактически поселок деревенского такого типа. Мы жили в своем доме, в том, что называется избушка, деревянный дом. У нас был довольно хороший и большой яблоневый сад. Множество яблок. Когда они все обильно плодоносили, то земля была покрыта довольно крупными яблоками и очень вкусными. Но тут год был особый. Там было невероятно холодно. Там, где мы жили, там было минус 46. Там было минус 46. Это было тяжелое время, потому что надо было следить за отоплением, за всем. Надо было ездить на работе, следить, чтобы у кого-то котлы не остановились, потому что размораживалась система отопления, начинался ужас. И ночью я вдруг услышал какие-то странные звуки в саду. Это был очень сильный треск. Я не мог понять, что там происходит. Там было абсолютно все спокойно. Никого там не было. Но когда я утром вышел в сад, я понял, что это было за звуки. От мороза трескались яблонь и деревья. Огромный ствол, достаточно, не тонкий. Он просто раскалывался пополам. Когда пришла весна, то последствия этого стали себя показывать. Они показывали себя в том, что часть деревьев оказалась мертвой, она не расцвела и предлежала уничтожению. Это надо было отсекать все. Там в одном месте стояла большая яблоня. Она шла снизу, потом разделялась на два огромных таких сука в ветви гигантских. И на них были много маленьких ветчек. Я посмотрел на эту яблоню. И я вдруг увидел, что один из этих огромных суков, он зеленый, а второй сухой. Я подумал, ого, половину яблоны придется спиливать. И так продолжая смотреть все выше, я вдруг увидел на этой сухом, огромной сухой ветве наверху один единственный листок. Тогда я понял, ничего пилить не надо. Там каким-то образом сок продолжает поступать наверх. И он сделал так, и благодаря этому соку листок вырос. Листья будут появляться в этот или в следующий год. Вот это то, о чем здесь говорится, одним злом, чтобы в этот момент нам устоять, чтобы потоки благодати не прекратились в нашей жизни, какими бы они, может быть, в такой момент неосезаемыми не являлись бы. В этот момент, когда нам говорят, что Бог нас оставил, Он на самом деле нас не оставляет. Ибо Он сам сказал, я с вами во все дни до скончания века. Но вот это день злой. День злой – это не когда тебе плохо. Ты можешь прибежать к пастору, прибежать к народу и сказать, помолитесь за меня. День злой – это действительно день, когда дьявол надвинулся на нас. Очень страшно. И когда ты стоишь на краю обрыва, и вдруг земля под тобой поехала в этот обрыв, ты никому не можешь обратиться. Может быть, только где-то в стране слышишь такой очень злой и злорадный смех, что ты сейчас погибнешь. И вот в этот момент надо оказаться всеоружием Божьим, чтобы все преудолевшее устоять. В этот момент очень важно, чтобы мы понимали, что наша брань не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. Потому что это один из таких методов дьявола, который сильно обессиливает нас, лишает нас силы и заводит нас в тупик, который заключается в том, что мы, как люди, в этот трудный момент ждем, чтобы нам кто-то помог. И я не спорю, чтобы мы друг другу помогали. Но день злой, он на то и есть. День злой, что помочь тебе никто не сможет. Ты можешь кричать, ты можешь просить, но что-то другое происходит в этот момент. Бог проводит другим путем и надо научиться держаться его. Более того, если мы начинаем очень сильно полагаться в этот момент на человека, то тогда дьявол получает огромную силу над нами. Знаете, иногда во время боевых действий мудрый полководец с силами меньшими, чем у противника, может его победить. Это достигается за счет правильной мудрой стратегии. Обычно это связано с тем, что руководитель, военачальник, он пытается показать противнику, где он собирается нападать. А когда тот оттягивает туда свои силы, он нападает в другом месте. В той части фронта, где в этот момент сил противника не существует. Он может легко пробить ряды противника и, может быть, даже основную массу заключить в так называемый котел, после чего большая часть, большая по количеству армия будет просто напросто разбита. Это же делает и дьявол. Он пытается нас отвлечь. Он пытается показать, что пастор нехороший, братья и сестры ненормально себя ведут, любви в них нет, заботы нет, никто тебя не любит, только ты один должен заботиться о себе самому. И в это время он парализует нас тем, что направляет наши интересы и наше внимание не в ту сторону. В этот момент Бог хочет, чтобы мы поняли, что наша брань не против плоти и крови. Она против начальств, против властей, против мироправителей и тьмы веков против духов злобной поднебесной. То есть здесь борьба идёт с хитрыми приёмами сатаны, которые пытаются нас запутать и поразить. А здесь надо понимать, что это борьба и нам надо облечься во все оружие Божие. Если вы уже внимательно следили за мной, как я шёл по этому тексту, то вы можете видеть, что все качества, все характеристики этого всеоружия они связаны на самом деле с нашей укоренённостью во Христа. В этот момент не идёт речь о том, чтобы я что-то приказал, что-то произнёс, что-то исповедовал, что-то провозгласил и дьявол убежит. Он убежит, когда мы не тогда, когда идёт борьба за нашу жизнь, за наше выживание. Но есть тот, кто победил дьявола, как Павел говорил, что нас считают овец, обречённых на заклание, но мы всё преодолеваем силою возлюбившего нас. И вот эта укоренённость в нём, она для нас очень важна. Об этом и идёт здесь речь, чтобы мы приняли все оружие Божие, дабы могли противостоять в день зло и всё преодолевшее устоять. Одеться нам в это все оружие надо раньше. Вот это сегодняшний момент, мы, может, ещё вернёмся к нему. Я хочу сказать, я всё время говорю, это не тяжёлая жизнь ещё, но я думаю, что Господь этими обстоятельствами, похоже, что они идут к концу, Он хочет пробудить в нас чистый смысл и показать нам, что во все оружие обликаться надо сейчас. А сегодняшняя ситуация, которая чуть-чуть забрежила, забрежил намёк на тяжёлый день, она говорит нам, чтобы мы сегодня временем правильно пользовались. Она об этом говорит. Он и говорит, облекитесь во все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и всё преодолевшее устоять. Я думаю, что эти обстоятельства, они для нас являются очень конкретным напоминанием Бога о том, что временем надо пользоваться правильно, разумно, познавать волю Божью и не просто познавать её как некое академическое знание, как делают это люди, занимающиеся математикой, физикой, музыкой. Но мы должны в этом познании соединяться с Христом. Вообще Библия, когда говорит о познании, она всегда говорит обычно об единстве. Так как написано, что кто говорит, что он знает, что он говорит, тот ничего не знает, как должен знать. Кто любит Бога, того знает Бог. Так буквально звучит на греческом. Так же, по-моему, звучит и на английском, и на немецком звучит так точно. Но на русском звучит, тому дано знание от него. Я не скажу, что это неправильно, но мы должны понять, что знание Бога – это единство с ним. Знание одной личности, другой приходит длительного длительного общения, продиктованного любовью. Когда я могу положиться на другого человека, когда я могу знать, что этот человек может, что он не может, где я могу от него что-то ожидать, а где-то не надо ожидать, поэтому может в этот момент тяжелее, чем нет. Вот он предлагает. Первое, что предлагает апостол Павел. Итак, станьте припаявшись в чресла вашей истиной, облегшись броню праведности. Об этом пишет и Петр, чтобы мы припоясали чресла нашей истинною. Он хочет, чтобы мы любили истину. Он хочет, чтобы мы пребывали в его слове. Он хочет, чтобы мы читали его слово. Он хочет, чтобы мы жили его словом. Понимаете, если человек не живет его словом, он слова не знает, хотя он может Библию выучить наизусть. Мне пришлось столкнуться с такой проблемой, когда один служитель, он был очень разбит, мы начали с ним говорить, я попытался его утешить, он мне говорит, знаешь, Ричард, я так других могу утешать сам, но мне это сегодня не помогает. Я скажу, мне это стало страшно, потому что я понял, что человек считает, что он знает слово, он на самом деле не знает его, потому что познание – это единство. Он не может в этот момент словом жить. Но мы должны припоясать чресло наше, то есть как пояс, оно должно нас припоясывать, эта истина, чтобы мы ей думали, ею утешались, чтобы мы могли, понимая истину, которую совсем не видно, но не видно, наши чувства мы чувствуем, какие-то искушения мы видим, они иногда бывают очень привлекательны, но дьявол есть лжец и отец лжи, и противостоять этому может только истина. Это Бог на самом деле, Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и жизнь вечная. И вот мы должны быть очень едины с Богом за счет того, что у нас есть образ мыслей праведников, то есть это не значит, что мы такие идеальные в нашем мышлении, без вопросов, без сомнений, но что фундаментом нашего мышления, нашего мировоззрения является Слово Божье, упование на Христа, тогда мы получим здравое евангельское мировоззрение, тогда мы будем верить в Христа, как говорит Писание, и этим самым откроется в нашем сердце, откроется в нашем сердце те источники, которые являются реками воды живой, слава Богу, это присутствие Духа Святого, Он может быть чувственным, чувствуем нами, но не всегда чувствуем, но если мы находимся в Слове, если мы любим это Слово, то Дух Святой, который нам напоминает это Слово, наставляет нас на всякую истину, в итоге прославляет Христа, Он будет в нас действовать даже тогда, когда мы этого не видим и не чувствуем, и облегшись броню праведности. Праведность является броней. Человек, который не понимает и не живет этой праведностью, у него он на самом деле незащищен, и дьявол может очень сильно пробивать его. когда мы говорим о броней праведности, мы должны никогда не забывать, что эта праведность имеет две стороны. Вот если мы читаем о браке Агнца, то там написано, что дано было невесте облицови сон светлый и чистый, который есть праведность святых. В некоторых немецких переводах стоит праведные дела святых. Я когда это прочитал и увидел, что есть такая разница в переводах, я стал вникать, чтобы понять, почему она есть. Я понял, что там на самом деле в греческом стоит и долог было и облицови весун светлый и чистый. Весун же светлый и чистый есть праведности святых. То есть праведность стоит во множественном числе. Это говорит нам о том, что первое мы получили эту праведность благодаря жертве Христа. Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Он своим воскресением подарил нам эту праведность свою славу Христу. И Он хочет, чтобы мы эту праведность усвоили и ей жили. Но та праведность, которую мы получили, это то, что старые называли позиционной праведностью. Она должна превратиться в практическую праведность. То есть чтобы та благодать, которая сделала нас праведными, она определила нашу жизнь и учила нас жить ею так, чтобы наша жизнь была победой, дарованной нам праведности Бога. Об этом собственно и говорится в притче о брачном пире сына, где написано, что там на брачный пир собрали людей, всяких, разных, из-под заборов, из-под воротней. Это все можно было снести. Но царь не мог примириться и согласиться с тем, что один из гостей был не в врачной одежде. Это о том же самом, что Библия говорит, Павел говорит, чтобы благодать нечетно была принята. Можно рассуждать, где он мог это получить, почему он ее не получил. На самом деле здесь идет именно о том, что праведный творит правду еще, святой освящается еще. Невесте давно было облечиться весь он чистый и светлый, который из праведности святых, полученное нами оправдание и жизнь в праведности, которая собственно не наша жизнь, но наша жизнь в духе или жизнь руководимая духом святым в нас. Вот облечься в броню праведности, облечься в броню праведности. Это значит принять это оправдание Христа, жить им, радоваться о нем, доверяться этому, но одновременно никогда не забывать, что любовь Христова движет нами рассуждающими так, если один умер, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы мы живущие не для себя жили, но для умершего и воскресшего. То есть это жизнь полная алканье и жаждане праведности, это жизнь, всегда как хочет Христос, это мир, праведность, радость во Святом Духе, и кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достойен одобрения от людей. То есть вот здесь идет речь о том, что практика нашей жизни была праведной. Если этого не будет, и мы сконцентрированы на себе, то в день злой мы не будем Христа звать, мы будем маму или пастора звать, но они вряд ли нам помогут. А человек, который привык все строить на своих отношениях с Христом, на его милости и на последование ему, потому что он всегда звал очень просто «следуй за мной», это сегодня делается, а бывший многим готов нас благовествовать мир. Я думаю, что здесь речь идет не только о том, чтобы проповедовать Евангелие, хотя оно это не исключает, но то, на основании чего мы ходим, это постоянное провозглашение Христа, что Он есть мир наш. Это не только возвещение другим людям, это важно, чтобы мы благовествовали этой всей Иисусею жизнью. Как сказал Чарльз Бёрджин, я проповедую Христа 24 часа в сутки, иногда словами. Это готовность благовествовать мир. Я знаю, что в вузах наши братья, они очень часто вызывали к себе большое расположение тех, кого там называли уголовными авторитетами, криминальными авторитетами, именно потому, что этот мир и доброжелательность их жизни, они говорили больше, чем любые слова, и это важно, чтобы сталкивались с разными проблемами, мы продолжали сохранять себя в мире, плод же праведности в мире сеется у тех, которые хранят мир. Это ворота к возрастанию в праведности, это ворота в том, чтобы хранить себя в мире с другими людьми, и это наконец сила, которая позволяет нам потом говорить о Христе. А больше всего возьмите щит веры, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого. Вот в момент борьбы злой день нам нужна вера. Причем вера здесь понимается не так, как мы отчасти обычно говорим. Да я верую, значит, что я попросил, то я получил. Я не спорю, что вера имеет к этому отношение. Но вера имеет и другую сторону. Когда дьявол на нас наступает, когда дьявол на нас наступает, то в этот момент для нас очень важно, чтобы мы вере могли устоять. Я помню такой случай, когда в Москве был не мир между двумя сестрами. И мы никак не могли привести к примирению. И потом мы позвали сосута, она говорит, знаете, у меня такое видение было странное. Вот они между собой разговаривают, и от одной летит стрела, она попадает в другую в тело, и это вынимает, и очень вежливо говорит, сестричка, ну зачем ты это И в этот момент летят две. Та делает то же самое, летит четыре, в конце концов это превращается в поток стрел. А Господь говорит, не надо эти стрелы вынимать и показывать, возьми ее, спрячь, возьми ее, брось, умей верою принимать эти раскаленные стрелы. когда они стали так делать, эти стрелы стали меньше, 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 не прекратились. Иногда бывает, что люди нас в чем-то, например, обвиняют, говорят, что ты плохой христианин, нам не надо даже защищаться, нам надо стараться быть верными Богу, быть обличенными в эту броню праведности, учиться жить той праведностью, которую мы получили, и при этом хранить мир, потому что праведность там, где хранится мир. Нам надо хранить этот мир и верою отражать все то, чем дьявол пытается нас поколебать, а для него это очень важно, постараться нас поколебать, вывести нас из равновесия, и тогда раскаленные стрелы лукаво будут нас поражать. Бог хочет, чтобы научились жить верою, уметь попросить прощения и не попадать в такое положение, когда мы видим, что люди на нас нападают, а мы чувствуем себя хуже и хуже, мы уповаем на Христа. И с этим связано, чтобы мы взяли шлем спасения. Это наше сознание, которое, помните, как мы поем в псалме, что ныне спасение мне. Это мы должны говорить, когда нам трудно, тяжело. Это спасение дано не потому, что я хороший христианин, епископ, или кто-то из вас пресвитер, или кто-то сосуд. Это спасение дано нам потому, что Христос умер за нас. У меня был такой момент, когда был человек там под Москвой, и он такой был очень грубый, и никак нельзя было на него право найти. Но Бог любил этого человека, и он начал его наказывать. Он оказался парализованным. Ты понимаешь, что Бог я наказывал, как понимаю. А ты не боишься, что ты потерял спасение? Он стал говорить, нет, Иисус за меня умер, я не могу погибнуть. Я понимаю, что он будет сейчас меня взыскивать за все, что я неправильно сделал. Полтора года лежал парализованный. За эти полтора года к нему, к его постели были позваны все, кого он обидел. Он у всех попросил прощения и ушел вечность. Слава Господу! Здесь важно, чтобы мы несли этот шлем спасения, упования на Бога и меч Духа, который есть Слово Божье. Знаете, особенно, когда трудно, особенно, когда трудно, когда с нами происходит, как говорил Давид, враг втоптал в землю жизнь мою, принудил жить меня, как давно умерших, немело сердце мое, немело сердце мое, то, а нет, я неправильно не тот псалом говорю, там есть такое место, в 147-м псалме, где говорится, что Господь укрепляет врата Сиона, посылает свои благословения, а потом говорится так, а потом говорится так, сыплет ини, как пепел, бросает град свои кусками, предморозом его кто стоит, я прошу прощения, я не тот псалом процитировал, здесь говорится не просто о зиме в России, в Сибири, здесь говорится, что в нашей жизни бывают трудные моменты, когда внутренне холодно, как зимой, но там говорится так, что там написаны такие слова, я все-таки открою, прочитаю, чтобы мне чего-то немножко не ошибиться, это псалом 147, здесь написано следующее, посылает слово свое на землю, быстро чечет слово, пошлет слово, все растает, пойдут ветром своим и потекут воды, и дальше написано, он возвестил слово свое Иакова, уставы свои суды свои Израиль, не сделал никакому другому народу, и судов его они не знают, Аллилуйя, меч Духа есть Слово Божие, даже если в силу каких-то причин, я не могу так реально ощущать поддержку Духа Святого, а Христос никогда не оставляет нас, меч Духа есть Слово Божие, если мы посмотрим на Христа, когда он искушаем был в пустыне, то все чем он отражал дьявола, это было Слово Божие, это было Слово Закона, это было Второзаконие, он таким образом, этим мечом Духа отразил все нападки дьявола, и Бог хочет, чтобы мы это делали, и последнее, о чем здесь написано, чтобы всякую молитву, прошение, мы молились во всякое время Духом, он хочет, чтобы мы всегда молились, это не значит, что это самое слабое, но это как точка, что мы должны молиться во всякое время Духа, со всяким постоянством, здесь в молитве Духом имеется в виду не только на языках, хотя на языках мы безусловно молимся, но всякую молитву и прошение, когда мы молимся Духом, я ничего определить не могу, это правильно, это очень хорошо, но важно и другое, чтобы наша молитва всегда направлялась, определялась Духом Святым, и чтобы мы искали, чтобы она в силе Духа проходила, я это тоже знаю, иногда вот так во время езды на машине, все равно, если длинное расстояние, и я еду один, не с гостями, то я очень часто люблю просто внутренне молиться, вот выбираю за что-то молиться, за каких-то людей, у которых нужны, за церкви, за детей своих, но в той время молитвы уже чувствуешь, что вот на этой конкретной нужде надо остановиться, Дух Святой Слово не отпускает оставить эту молитву за этого человека, или за эту церковь, или за что-то еще, и тогда продолжаешь молиться, потом приходит такое состояние, кого-то все, Бог тебя услышал, ты свободен сегодня, может я потом буду еще молиться, но я могу перейти на других людей, молиться за них, вот всякую молитву и прошение, молиться со всякое время Духом, и старайся всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых, то есть, даже если нам трудно, не забываемы наших братьев и сестер, даже если нам трудно, не забываем высоко поставленных благословенных людей, им нужна эта молитва, мне нужна эта молитва, Олегу нужна эта молитва, всем старшим братьям нашим нужна эта молитва, и это является то, что укореняет все у нас в Христе, все вместе, и Бог хочет, чтобы мы этому упражнялись сегодня, никогда придет день злой, может быть, нынешняя ситуация, она немножко в чем-то нас потрясает, и говорит, посмотрите, что может быть, некоторые приходят в панику, некоторые разбитые, это неправильно, паника не поможет, в день злой дьявол будет только смеяться над твоими слезами, но если сегодня, когда у нас не безвыходное положение, мы будем учиться уповать на Бога, держаться Его Слово, жить для Бога, и уповать над силу Его крови, если мы будем отражать нападение на нас не криком, не ропотом, не недовольством, а верою принимать эти вещи, если мы будем понимать, что Бог Спаситель наш, Господь, сила моя и песнь, Он сделался моим спасением, если мы будем стоять под этим щитом, под этим шлемом спасения и молиться, то когда придет этот день, а вдруг увидим, Бог помогает нам, Он уже раньше начал помогать, когда мы не знали, что это все придет, Он помогал нам тем, что Он учился, учил нас укореняться в нем, утверждаться в нем, чтобы мы были как сильно глубоко посаженное дерево, которого источником вот является Он, Его Слово, Его Благодать, Его Милость, Его Любовь, чтобы, когда придут эти трудные дни, пусть даже наша жизнь будет трещать, как эти деревья яблоневые у нас в саду, но потоки Божьей Благодати будут стремиться все равно через нашу пораненную жизнь, в самые далекие уголки нашего существа, чтобы, когда мы вышли из этого потрясения, мы увидели, что Бог дает нам помощь, даже какой-то отдых, а жизнь наша в нем обновляется. Слава Ему! Аминь. Слава Ему! Слава Ему! Продолжение следует...